Снова всех приветствую! Опять мы с вами разговариваем про Советник Изи Ордер и вот он самый надежный вариант работы, самый надежный вариант торговли. Соответственно, чем меньше риски, тем меньше потенциальная прибыль, но если вы стремитесь именно к надежности, если вы стремитесь именно к тому, чтобы стать более-менее адекватным трейдером, а не игроком, который рискует и цепляется за каждую возможность, за каждый пип, за каждый пункт, то это именно тот самый режим, который рекомендую. Сразу же вот в первых строках данного своего письма всех должен предупредить и прибыль тоже по этому счету минимальная, но очень надежно, очень спокойно, очень мало рисков и максимальная просадка по этому режиму достигала 9 процентов за последние два года, сейчас третий год мы находимся в работе. Это режим 2АТ, это режим уже со стопами, то есть мы с вами разговаривали о режиме торговли без стопов, когда от каждой дробной зоны у нас открывались сделки, несмотря ни на какие моменты, несмотря ни на какие там недостатки, проблемы, открываемся и тащим их до цели, либо, если мы потом усредняемся, до определенной прибыли, прописанной в панельке, прописанной на настройке. Потом усовершенствовали этот метод последовательно и в следующем году был создан режим 1МТ, ну цифру 1 он получил потом, просто появилась торговля такая, в которой уже было два варианта постановки стопов, но недостаток этих стопов в том, что они субъективны. Что в пунктах мы их выставляли, что в процентах мы их выставляли, довольно субъективный метод постановки стопа и исходя из этого получается, что стопик может сработать, а цена пойти в нашу сторону и зачастую так бывает и поэтому ситуации действительно становятся неприятными и обидными. И ошибка 99 процентов трейдеров, вот без каких-либо преуменьшений, да, эта ошибка состоит в том, что люди перестают ставить стопы после того, как они часто срабатывают. Я думаю через это прошли абсолютно все, только потом кто-то начинает понимать и начинает исправляться и понимает, что без стопов, в принципе, очень опасно работать. И начинает ставить стопы и опять же наталкивается на момент, что стопы выбиваются, больно, обидно, а цена пошла в нужную сторону. И самый важный момент, который я извлек для себя, это мне один раз сказали эту фразу, я ее запомнил на всю жизнь, да. А может быть вы просто неправильно ставите стопы, что они так часто у вас срабатывают. И вот этот самый субъективный метод постановки стопов в режиме 1 МТ, это как раз таки, по-честному скажу, не совсем правильный режим постановки с технической точки зрения, с точки зрения тренда, то о чем мы говорили на самом первом общем вот этом обзоре, который вы в понедельник будете смотреть, да, кто-то уже посмотрел, соответственно, то есть этот обзор общий выйдет у нас 25 марта, а этот вы будете смотреть уже 29 марта. Так вот, записываю я все это, сегодня у меня 21, просто уезжаю, не хочу с собой за ноутбуком там корячиться с мобильным интернетиком и так далее. Так вот, основу-то, что мы торгуем? Технику. И помните, мы на первом таком этом нашем занятии говорили о том, что у нас есть 70% вероятность продолжения тренда, у нас есть 70% вероятность продолжения тренда и мы, что простым зигзагом, что потом линиями тренда через зоны маржинального обеспечения объективно постарались определить, с какой вероятностью мы обновим тот или иной максимум. Но если у нас есть 70% вероятность того, что мы пойдем в сторону продолжения тренда, напрашивается вопрос, а с какой вероятностью мы, допустим, вот здесь сейчас придем вот сюда, на слом этого тренда? Ответ очереден, 30%. Так почему бы нам не выставить свой стоп-лосс именно вот сюда? Исходя из этого, и начали разрабатывать режим торговли 2АТ. И здесь, с учетом того, что мы точно знаем, куда мы зайдем, вернее, куда мы поставим стоп, мы можем еще и контролировать в автоматическом режиме количество тех целей, к которому робот будет работать. Не задавать условно, как в режиме 3 нон-стоп или 1 МТ, что мы только до 1 работаем, или только до 1 и 2, или только до 2, кстати, можно поработать, то есть до недельных зон. Здесь робот рассчитывает сам. Как мы это сделали? Переходим в настройки. Давайте посмотрим. Итак, в настройках советника мы видим следующий момент. Режим торговли 2АТ. Необходимо пролистать пониже, и мы найдем. Оказывается, вот они все настройки. И здесь многие не понимают, что же это за такие проценты, хотя на обзорах по вторникам по четвергам я очень часто рассказываю об этих процентах. Итак, мы знаем место постановки стопа. Мы знаем места постановки тейков. Откуда нам заходить в позицию? Если мы будем заходить, вот у нас сейчас евро, шартовая тенденция. Если мы будем заходить позицию от 1 четвертой, а стоп, как мы поняли, мы ставим технически. За начало импульса, вот он импульс, вот она пошла коррекция. Значит, вот сюда мы должны поставить наш стоп-лосс. До этого стоп-лосса энное количество пунктов, там не будем сейчас считать, допустим, 100 пунктов. А тейк профит у нас, первый, обязательный, это самый главный тейк профит на обновление минимумов. До него 30 пунктов. Не кажется ли вам, что не очень приятная ситуация? Конечно. То есть, у нас соотношение неправильное. Как понять, роботу ставить сюда свою сделку или не ставить? Именно для этого, для работы к первой цели, мы задаем вот такой вот замечательный процент. Опять же, это процент. Что обозначает этот процент? Что такое 50? Как нам выгодно будет работать? Нам выгодно будет работать, если у нас наш тейк профит будет хотя бы условно, давайте, 51 пункт, а стоп-лосс 49 пунктов. Тогда, даже при вот таком маркетинг коэффициенте, мы, в принципе, дистанционно, учитывая, что в 70 процентах случаях тренд продолжается, а в 30 процентах случаях он ломается, мы будем в плюсе. Согласны? Я думаю, все согласны. Но на сделке, бывает, висят несколько дней. Бывает даже несколько недель. И накапливается отрицательный своп. А еще могут быть неприятные проскальзывания. А еще может быть, что у нас девочка, помните, по вот такой настройки в самом начале, вот здесь мы смотрели, на втором занятии настройки были, что фильтр касания, что у нас может произойти касание биржевое, цена уйти. То есть, мы можем не точно от зоны зайти, а можем чуть позже зайти, когда цена уже пошла в сторону тейка. Если вот здесь я вам сейчас нарисовал 51.49 относительно 100 пунктов, да, это как бы 51 на 49 процентов, то конкретно вот здесь в настройках, да, я задаю такую ситуацию. 55. Что обозначает 55? Это когда до тейк профита будет 55 процентов, а до стопа, значит, 45 процентов. То есть, берется расстояние между местом постановки стопа, а у нас вот куда ставится стоп, да, вот стоп, с учетом форварда вот так это, вот так сейчас, рассчитывается вот это расстояние. И мы понимаем, что мы можем работать к цели номер один только тогда, когда до тейка будет 55 процентов, а до стопа 45. И тогда мы выставляем соотношение, это я называю соотношение один к одному. Даем себе небольшой процентик на своп, на небольшое, на возможное проскальзывание, один к одному. Если у нас соотношение от дробной зоны получается 72 процента на 28, откуда взялась цифра 72? Давайте будем честными. Ну вообще, что такое вот это? 50 на 50, я здесь что сделал? 5 процентов накинул. То как поработать один к двум? Это значит, мы 100 процентов должны разделить на 3. Это у нас 33,3 это должен быть стоп, 66,6 это должен быть тейк. 66,6 это сколько? Это 67, правильно? 67 процентов. Накидываю опять эти 5, получается 72. То есть, если до тейк профита 72 процента, а до стопа 28, тогда мы выставляем уже удвоенным объемом сделку и работаем к двум целям. Понимаете? Сам стоп из-за того, что он становится меньше в денежном эквиваленте, мы получим точно такой же, как если бы мы работали одной сделкой, но со стопом 45 на 55. А здесь мы можем поработать вот таким образом, но уже работать к двум целям. По тому же самому принципу рассчитан вот этот самый вариант. Это 1 к 3 по сути. По-честному, 1 к 3 это что такое? 75 процентов до тейка, 25 процентов до стопа. Но накидываем вот эти 5, опять процентиков, потому что сделки от 1 и 2, ну или когда там такое соотношение хорошее, они могут висеть долго прям. Там не одну неделю, реально. Как вот посмотрите, сейчас висит сделка по евро. Это именно вот эта сделка, где мы зашли. И у нас вход был здесь на покупку, вот такой был стоп. Вот он был первый тейк профит, вот он второй тейк профит. А потом вот сюда выставился, вернее он здесь стоял, третий тейк профит. И вот у нас закрылись здесь сделка номер 1, закрылась сделка номер 2 и до сих пор висит сделка номер 3. Это я уже потом, как человек, который управляет роботом, руками перетащил тейк по этой сделочке вот сюда, поближе. Но вообще было выставлено 3 процента. Почему? Ой, 3 сделки. Потому что 80 процентов было до тейка и всего лишь навсего 20 процентов было до стопа. Я рекомендую просто вот эти настройки повторять и вот здесь даже не экспериментировать. Это самые классные настройки, которые только могут быть. Все остальные настройки, вот тут можно немножечко поиграться. Каждый самостоятельно, плюс-минус. Но вот эти моменты, вот эти настройки я запускаю. У меня уже долгое время нет никаких сделок. Только евро, старая-старая сделочка висит. Очень аккуратненько идет, робот торгует в рамках вот этой торговой системы. Точно так же было пополнение там в начале января. Да, всего лишь навсего, как я сказал в самом начале обзора, очень маленький процент прибыли дает эта методика. Но повторюсь, если вы за надежную торговлю, то я рекомендую брать именно вот этот вариант. Вот смотрите, у нас была просадка, вот максимально 10, 424, 10, 500, сколько? 80 долларов за два месяца была просадка. Всего-навсего 80 долларов за два месяца. Да, потом мы вот таким образом выстрелили какие-то тут сделки. Я даже не смотрю и не слежу за ними. Потому что я считаю, что вот этот вариант работы, он максимально надежный. Все сделки, вы видите, выставлены с помощью советника. Все везде здесь подписано. Маленькие у нас бывают вот такие вот стопы. Но зато если мы выхватываем тейки, то эти тейки перебивают все на свете. Потому что мы работаем именно по соотношению. Причем каждую эту сделку, я говорю про нее на обзорах. Постоянно сделки сдвигаются, постоянно сделки меняются. Так как у нас происходит обновление экстремов. И у нас происходит периодический сдвиг зон. И соответственно у нас происходят сдвиги этих самих сделок. И соответственно вот эти проценты-то меняются. Вот давайте посмотрим, почему нет сделки от 1, 2. Вот 1, 2. Вот есть значечек такой. Ай да, вопросик как бы условно. Нажимаем. Что нам здесь пишут? Процент отката 54 всего от 1, 2. Не 55, а всего 54. То есть от точки тейка до зоны 1, 2 всего 54%. А до стопа 46. Это не удовлетворяет тем условиям, которые я задал. А я задал, что именно должно быть 55. Не удовлетворяет? Не удовлетворяет. Значит торговля от этой зоны запрещена. Ни первую сделку, ни к первой цели, ни ко второй, ни к третьей. Вообще запрещена. Что мы смотрим от 1, 4 золотой? Здесь вообще 40% всего. То есть у нас до тейка вообще меньше даже, чем до стопа. Почему выставлена сейчас лимитка на золотую 1, 2? И почему их 3? Смотрим, процент отката 82. То есть у нас 82 до тейка и всего лишь навсего 18% до стопа. Соответственно, в этом случае, во-первых, робот понимает, что у нас больше, чем 1 к 2, надо работать. Как работать? А у нас вот такое замечательное соотношение. Да я могу с тем же самым финансовым риском, как и 1 к 1, но и высадить аж 3 сделки могу. Стопик маленький, получается очень коротенький. Исходя из этого момента выставляется 3 ордера, выставляется 3 тейка. Все эти цели и все тейки в совокупности с индикатором ProMaker вот здесь подсвечиваются, высвечиваются. С учетом изменяемого Forward Point каждый день автоматически происходит перерасчет того, куда выставлять стоп, куда выставлять тейк. Сработала сделка. Далее мы уже идем и тащим эту самую сделку. Доходит сделка до тейка, как это было. Вот здесь у нас по евро вот вход. А у нас здесь и от 1,4 был вход, и от 1,4 золотой. Дошли мы до тейка номер 1. Переводятся позиции в безубыток. В какой безубыток переводятся позиции? Заходим в настройки и смотрим. Отступ для БУ 0, если ставим, то это будет согласно вот такого спреда. Средний спред за сегодняшний день 18 пипсов. В текущий вот 18, 17, вы видите, пляжи, да? То есть в авторежиме он бы поставил 18 плюс 1, 19 пипсов. И тогда по безубытку бы закрылась позиция. Мы обязаны были бы быть в плюсе. Иногда может проскочить маленький пунктик, пипсик, это не страшно. Какой-то там маленький нолик, он не учитывается. Но я вот для надежности здесь поставил 50 пипсов. То есть 5 пунктов перевелся, 5 пунктов у нас стоит безубыток. И доходит второй тейк, закрывается. Третья сделка висит. Ну, повторюсь, вот тейк по ней стоял у нас вот здесь. У нас после этого уже произошла новый диапазон выгодных цен. Еще один был. После этого мы поменяли тенденцию. Ну, все, эта сделка больше не ведется. По ней просто есть вот такой вот безубыток. Да? Безубыток. И по ней стоит тейк. Ну, и вот новые сделочки. Сейчас только 3 штуки у нас от золотой 1 и 2. Если пробежаться по всем там 6 инструментам, по которым я работаю, по фунту не схватилась сделка от 1 и 2. Да? К сожалению. Здесь и не выставлялась. Здесь проценты нас не устраивает. От 1 и 4 золотой всего 49, а надо 55. Да? Но по фунту пока сделка не схватилась. По австралийскому доллару. Три лимитки тоже. Посмотрите, как глубоко ждем откат. Три лимитки выставляем. По новозеландцу. Очень далекий стоп. Вообще ни одну сделку мы здесь не выставляем по новозеландцу. По иене. Только от золотой 1 и 2. И посмотрите на соотношение. 61%. Мы даже две позиции не можем выставить. Но вот только так пытаемся работать. Робот сам определяет, от какой зоны можно работать. Он точно знает, что мы работаем с техническим стопом. И он точно знает, что при таком стопе и при таком соотношении мы можем поработать только к одной цели. По Канаде у нас целых четыре сделки выставляются. Лимитные позиции. И от одной и второй пытаемся. И от золотой одной и второй. И так далее. Я работаю по-разному. На разных типах советника. На разных типах счетов. На разных деньгах. Разное количество инструментов у меня. Но вот я вам сейчас показал все эти сделки, которые есть в режиме онлайн у меня. Именно вот в этом режиме. Повторюсь. Самый надежный вариант торговли. Но, к сожалению, самый менее прибыльный. Есть вариации, где максимальный риск. Максимальная потенциальная прибыль. Три нон-стоп. Да. За четыре года он в хорошем плюсе. В хорошем плюсе. Советник он больше ста процентов сделал за вот эти вот несколько лет. Потом более агрессивный вариант 1МТ. И вот перед вами теперь самый консервативный 2АТ. Работает советник только в совокупности с индикатором Промейкер. Напоминаю об этом. Именно в авторежиме. В ручном режиме вы можете как угодно там работать и без Промейкера. Поэтому каждому рекомендую воспользоваться. Протестировать хотя бы год с теми настройками, которые я указал в финансовом плане. Тысяча единиц базовой валюты на каждый инструмент. И не с одним инструментом работать. Должна быть диверсификация. То есть должно быть 6, 8, 10 инструментов. Желательно следующая рекомендация. Не работать в шорт под товарно-сырьевым активом и индексом. А по ним настраивать только в лонг работу. Ну и протестировав год хотя бы на центовике. Вы конечно не заработаете. Учитывая что вы обязаны заплатить за советник. Ну по крайней мере и за индикатор Промейкер. Но если вы поймете, то вы уже на следующий год сможете пополнить счет. Уже понимаете как работает. Уже понимаете как управлять советником. Где включить, где отключить, где посмотреть, где нажать сброс, где дождаться сброса по профиту. По профиту. И это будет ваш пассивный доход. На всю вашу жизнь. А если вы все средства поделите на три вариации работы советника. Когда-нибудь в будущем, когда вы во все это дело поверите. То можно вообще забыть обо всем. Я не скажу о том, что это какие-то колоссальные деньги. Ну конечно деньги делают деньги. Но тем не менее это постоянный доход. Который я точно знаю на всю жизнь. Мне будет достаточно, чтобы плюс-минус жить так, как живет 90% людей в нашей стране. Рекомендую воспользоваться этим замечательным предложением. К тому же каждый из вас может получить что Промейкер, что Изи Ордер абсолютно бесплатно. Как на один месяц, так и на три месяца по разным акциям, которые проходят непосредственно с нашей компанией на моем канале. На этом все. Всем поменьше стопов максимум прибыли и профита. С вами был Евгений Каташов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok